Продолжим мы сегодняшний эфир. 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 Продолжим мы сегодняшний эфир... Сергей Клевенский, Масальский Николай, Толпега Дима, Саша Радовский. Даже Саша Радовский. Да, мы обязательно с ним работаем. Иван Жук на фортепиано пришел, Сергей Филатов подыграл. А Ваня Жук на гитаре, да? На гитаре, конечно. Сейчас получилось, что Иван Жук на фортепиано. Не-не. Но ведь все они влюблены в вашу музыку и в ваши стихи. А мы очень много концертов. На самом деле, совместных концертов у нас там уже зашкаливает. Не одна сотня со всеми этими музыкантами. А все это действие я называю шаровый квадрат, то есть ансамбль шарового исполнения квадратной музыки. И вот мы к нам и Сергей Старостин присоединился в какие-то моменты Андрей Котов, то есть у нас и полкеры, и джазовые. Шаровое исполнение квадратной музыки. Шарового, да, да. То есть у нас какие-то есть требования. Главное требование вообще у меня ко всему этому коллективу не репетировать. Репетируют трусы. Ого, такой большой. Репетируют трусы. Ну да, но если такого класса и уровня музыканты, там Юра... Ну вот, детстве надо было репетировать. И Ира Сурина тоже была. Николай Допкин. Да, Ирин Касурина. Да там Тамара Сидорова сидела. То есть у нас, ну просто замечательный концерт получился, импровизационный такой, как и всегда. То есть я никогда не знаю, чем закончится моя песня на любом из своих концертах. Потому что музыканты иногда такое мне устраивают. Не, ну действительно, о них, наверное, прямо в проброс скажу быстренько, да. Вот, например, Александр Радовский, Саша Радовский, удивительный музыкант. У него два высших образования по классу гитары. Бонстонский Berkeley College Music и Высшая Чикагская школа джазовой импровизации. И еще, как бы, как сила, точка опоры музыканта. Обаяние редкой силы. Абсолютно согласна точно. Или Сергей Клевенский, который вот девятого тоже прилетит на осенний троллейбус, да. Это народные, академические, духовые, фантастически позитивный музыкант, уникам из десяти лучших духовиков мира. Вот это действительно просто фантастика. Да, очень-очень. Толпега два раза консерваторию закончила. Один раз как тромбонист, второй раз как композитор. И то, и другое у него просто зашкаливает по уровню. Не, ну просто... Коля Масальский, битбоксер такой. Равных нет, если бы чуть-чуть бы ему немножко трудолюбия какого-то такого. Он просто, он такой еще, знаете, как вот есть люди талантливые, и он еще и отдыхает. Ну вот это, наверное, самое самое. Он талантливый, отдыхает, вальяжно. Талантливый отдыхающий человек обычно блюзмен. Не, ну а Коля битбоксер. Отлично. Талантливый отдыхающий битбоксер, да. Еще он делает мастерски, нескрываемо, так, с удовольствием. И там, в общем, все музыканты, которые, наверное, там еще между нами дружба. Ой, вот это, наверное, самое главное, да? Энергия, это позитива и тепла. Очень много коллективов, там, гитарист с вокалистом разговаривают через адвоката, общаются там. Там брат брату, там, какой-нибудь зизитоп, там, или еще что-то такое, или там... Гитарист с вокалистом вообще через адвоката. Там сухлёрской будки должен стоять, да? Да, 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 да. Все, ты что-то хочешь мне сказать? Все, вот. Говори это моему адвокату. Ну, это, наверное, там был контракт, заключенный 10 лет. Они уже возненавидели, у них 3 концерта в день, 850 тысяч оклада за каждый концерт. Ну, да. У нас бывало иногда, конечно, нагрузка тоже очень такая серьезная, но мы как-то умудряемся остаться друг к другу, в общем-то, нежными, нормальными людьми. Очень интересно, в пресс-релизе написано об этом, прежде чем мы послушаем что-то из исполнения с вашего юбилейного концерта. Значит, автор и исполнитель в жанре, который он сам сделал из авторской песни, блюза, ритмент-блюза, блюзграсса, нет, блюграсса, и всего, что пригодилось, Андрей Козловский пел и играл на гитаре. То есть, это, конечно, интересное смешение жанров, которые сейчас вот были перечислены, да, собственно, авторской песни, блюз, ритмент-блюз и блюграсс. Да. Определите жанр блюграсс, пожалуйста. Ну, блюграсс — это кадри, такая, нэшил, это, да, такая... Потому что понятно, что вообще-то на слоуку, ритмент-блюз, блюза. Ну, стил-гитарка, гитара добра, банджо, вот что-то такое надо обязательно. И гнусным голосом петь. А у вас получается гнусным? Нет. С вологодским актентом? Нет, у меня такой... Я стилизую, всё получается, но голос уже какой есть, такой есть. Я не знаю, может быть, кому-то он и гнусный. А давайте посмотрим, может, кому-то и гнусный, но я в этом что-то сомневаюсь. 347-460-0877, телефон для вас, хсмс-вопросов. Ну, и не забудьте, пожалуйста, если вы хотите на йогу, то туда тоже можно написать «Хочу на йогу». А сейчас послушаем с юбилейного концерта Андрея Козловского в сопровождении уникальных музыкантов одну песенку. Нет, Катя, не послушаем пока. То, что хотели в самом финале поставить, вот можно сейчас... Да, я думаю, что да. Можно сейчас послушать, но хорошо. Давай, прямо вот с концерта, да? Поехали? А на финале лучше поговорим побольше. Жалко, так время бежит. Субботнее утро, оно же прямо утекает, утекает, утекает. Наверное, песочные часы сыпятся быстрее в субботу. Это, наверное, и песня будет. О! Ну, поехали. Андрей Козловский в сопровождении уникальных музыкантов и билейный концерт. Китайское вступление Да, длинно китайское прошлое, где по великой китайской стене идет молодой китаец лет 80 и напевает о нелегкой судьбе китайского брутального мужчины, которому нельзя иметь больше двоих детей. Ух! И да, а тюк Армани и Дольче Габбаны, которые он несет на рынок в Дубровку, так велик и тяжел. И вот он поет идет. Это китайский тромбонист. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Как не изворачивайся, а времени мало, и что-то не умнеется от медленных книжек. Я поднимаюсь в лифте на Родину Мао, на самую высокую под звездами крышу. Я поднимаюсь в лифте на Родину Мао, на самую высокую под звездами крышу. Скрипят росами, барабаня по стенам, меня тянет к свету, как ведро из колосса. Я не сомневаюсь, что когда-нибудь всем нам придется выходить там, где живым не живется. Я не сомневаюсь, что когда-нибудь всем нам придется выходить там, где живым не живется. И чтобы там такое Дверь ко мне не ломала Огонь, вода Ель в опасные трубы изменит Тому, кто едет в лифте на Родину Мао, Ему уже достаточно Того, что он едет. Тому, кто едет в лифте на Родину Мао, Ему уже достаточно Того, что он едет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Любой из нас умеет так войти, чтоб не выйти И раз уж все равно живем-живем, а не выжить На разных скоростях мы поднимаемся в лифте На самую высокую под звездами крышу Но времени, времени, времени мало И больше не умеется от медленных книжек Я поднимаюсь в лифте на родину, на самую высокую под звездами крышу Я поднимаюсь в лифте на родину мало На самую высокую под звездами крышу Я поднимаюсь в лифте на родину мало На самую высокую под звездами крышу Я поднимаюсь в лифте на родину мало На самом деле, такая музыка замечательная была Андрей Козловский на сегодня в эфире И то, что мы сейчас послушали, это, конечно, уникально Что от... может быть, просто кто-то нас не видел Ни на фейсбуке в группе ROYSAI RADIO Ни на сайте ROYSAI.FM И голос, который звучал в этой песенке Это же голос кого? Это вот битбоксер Николай Масальский Николай Масальский Уникальный человек, который вокал, музыкальная эксцентрика Человек-оркестр, человек-театр Николай Масальский Если кто-то не слышал еще, то, пожалуйста, знакомьтесь с этим именем Потому что это прям надо знать И Сергей Клевенский там, да? Да, в этом сайте были Сергей Клевенский, Николай Масальский, Ваня Жук И Дмитрий Толпегов Ваня Жук совсем, да, здесь тоже у нас был на эфире много раз Да, конечно, здорово Значит, это все было не отрепетировано? Да Да Это прямо вот как шло? Ни одной репетиции у нас не было Они мне не дадут соврать Ни одной Но они все знали ваши песни? Сначала они знали, потом узнали То есть не так же вот Первый концерт мы давали какой-то там Андрей, вы помните одну первую свою песню? Когда она была написана, то есть если с 59-го года То в 17 лет вам было 69-й плюс 7 В 68-м году Ну, в 76-м Ой, да, извините, да Вот это я сегодня считаю Ну, это нормально, это математика В 17 лет было или раньше-позже? Нет, я первую свою песню И до этого, конечно, я пытался там что-то такое напридумывать На самом деле у меня интересная творческая какая-то такая биография Лет в 17 я устроился учиться играть на клавишных в ансамбле клуба речников И руководителем у нас был, на минуточку, Слава Кобрин Это потом основатель группы «Рок Сентябрь» А другом у Славы Кобрина, лучшим другом и жил там прямо у него Они с бабушкой жили в Вологде на улице Герцена Был Саша Башлачев Тогда ему было вообще там 16-17 лет И мы были, если бы мне потом кто-нибудь сказал Что вот это время колокольчиков Это тот самый Саша Башлачев Который с нашего детства я никогда бы не поверил И все, и как-то да Вот, то есть мне повезло на старте Прямо вот то, что первое Как вы сейчас верно сказали, мне повезло на старте Да, то есть я познакомился с замечательными там просто людьми-музыкантами И уже где-то в 78-м году я уже, будучи студентом Лесотехнической академии первокурсником, написал первую песню свою А помните эту песню? Да, «Рыбак» Ага «Рыбак на одном берегу, у костра сидит рыбак» Я ее написал, и сразу же я понял Я ее пою иногда на концертах И сразу понял, что все в порядке Я даже слышал, есть такой Леша Карамышев Звукорежиссер московский Который устраивал первые концерты Майка Науменко Там, когда тут приезжал Ну, в смысле, звук и запись И он мне ставил запись, где Майк Науменко Как раз пел этого рыбака И говорит, вот Козловский песни поет Пишет Слов нет, музыки нет, а забирает А можно для рыбаков Специально, которые нас сегодня слышат Потому что в субботу обычно много рыбаков Вспомните хотя бы текст Я понимаю, что спеть У нас непростительная обложка Музыка без гитары На берегу костра сидит рыбак На другом берегу смотрит звездачка в реку От костра ни на шаг не отходит рыбак Что на том берегу незаметно рыбаку И на таковся таки пела вода В подчернившем котелке За весь день наловил до еле-еле на уху Дремлют птички в лесу Дремлют рыбки в реке Лишней меркнет звезда На другом берегу Погаси Рыбак костер хватит на огонь глазить Вряд ли кто в эту ночь проплывет Твоей рекой Так кого ж тебе ждать Все на месте сидеть Коль на том берегу До звезды падать рукой Но на одном берегу И так дальше А но уже не роляет Уже все есть Уже все сказали Я сейчас очень рада Что вы не закончили Ленинградскую лесотехническую академию Имени Кирова И ушли в музыку Нет, я пять лет отучился В ней исправно И даже был распределен Я даже приехал по месту распределения Но открепился быстренько оттуда Вас музыка открепила Конечно За рыбака особое спасибо И за его судьбу За звездой тоже Несмотря на но Мы сейчас уходим на рекламу Потом вернемся Буквально через несколько минут И продолжим еще Спасибо за песню Андрей Козловский Рыбак называется Эта песня Это первая написана им Да, для тех, кто любит рыбалку И звезды с того берега И идет за звездой На сайте Есть официальный сайт Где можно посмотреть Где можно скачать Нигде нету Ух ты, ничего себе Нет у меня в соцсетях Хорошо, будем ждать где Но мы найдем Если найти шаровый квадрат Гнездо глухаря Там концерты На ютубе-то вообще много концертов Там есть Мы сегодня еще обещаем Поставить ваши гимны Грушинского фестиваля Но это уже на финал Мы оставим На закусочку Хорошо Еще раз спасибо за рыбака Выходим на рекламу Да, не забудьте 347-460-0877 Это телефон для смс-сообщений Можно прислать вопрос Андрея Я сейчас, как раз, прочитаю И если вы захотите попасть на йогу То нужно написать Хочу на йогу Йогу-спад Сегодня у нас разыгрывается приз На Кони Айленд Чтобы быть здоровым И красивым Весь школьный год Субтитры создавал DimaTorzok